Всю неделю Парижский аэрокосмический салон в Лебурже, казалось, был центром Вселенной. Страны почти всех континентов представили здесь программы освоения ближнего и дальнего космоса. Не хвалясь, честно скажу, что по информационному содержанию наша российская экспозиция самая сильная. У нас же здесь представлены все направления. Впервые на выставке был представлен проект по изучению естественного спутника Земли. «Луноглоб» – уникальная программа, которая позволит изучить строение Луны и разведать ее природные ресурсы. Экспедиция на лунную орбиту стартует уже в следующем году. Задача этого проекта – полет к Луне, занятие около лунной орбиты, затем выбор места. Следующий этап программы – посадка на Луне автоматического аппарата – полярного лунохода. Позднее появится и лунный полигон. Пару лет назад здесь же в Лебурже между Европейским космическим агентством и Роскосмосом был подписан контракт о первых пусках Российских Союзов с космодрома Курува-Французской Гвиане. Сегодня строительство в Гвианском космическом центре в полном разгаре. Первый старт российской ракеты с экватора намечен на начало будущего года. Союз на Гвиане в работе. Правительство России и Франции подписали все контракты, по которым планируется ряд запусков российской ракеты. Уже в ближайшее время Союз стартует с Гвианой. Пес рядом со стендом Роскосмоса – обычный экспонат. Его ошейник с приемником ГЛОНАСС. Впрочем, поиск потерявшегося любимца – это лишь малая толика того, что можно делать с помощью спутниковой системы. В сентябре ракета-носитель «Протон» выведет на орбиту еще несколько аппаратов ГЛОНАСС. Орбитальная группировка космических навигаторов становится поистине глобальной. Каждый год по шесть космических аппаратов запуск. Создание наземной аппаратуры потребителей все больше и больше качества улучшается. Но я думаю, что этот рынок постепенно будет действовать все лучше и лучше. Новинки показаны, контракты подписаны. 48-й аэрокосмический салон Глебурже подтвердил – эффективно осваивать космос можно только совместно. Следующий мировой смотр аэрокосмической техники и технологий пройдет уже на российской земле. До МАКСа 2009 осталось совсем немного времени.